Бауржан, здравствуйте! Расскажите, что такое проект «Бизнес Бастау», каковы его основные цели, задачи и отличительные черты? Проект «Бастау Бизнес» реализуется с апреля 2017 года в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Мы, Национальная палата предпринимателей, в качестве оператора нефинансовой поддержки с апреля этого года начала реализоваться проекты. Мы сейчас в ноябре уже завершили обучение в рамках шестого потока. Его главная задача – это обучить безработных и самозанятых на селе основу предпринимательства. Как вы говорите, научить их именно зарабатывать своим трудом. Мы только помогаем, даем основы предпринимательства, учим каким-то навыкам, что такое предпринимательство, что такое налоги, что такое финансовая грамотность, что такое бизнес-идея, как развить бизнес-идею, как получить финансирование, как завтра продавать свои продукции. То есть вот этим АЗА мы учим не с теоретической точки зрения, а в рамках специально разработанной программы обучения. Мы учим их именно практической стороне. И еще одно преимущество проекта в том, что мы не только обучаем, обучаем, консультируем, помогаем совместно, разрабатывая бизнес-планы на основе бизнес-идеи, предложенной, либо на основе той бизнес-идеи, которую подскажет наш бизнес-тренер, исходя из экономических реалий района, именно района проведения. И таким вот образом дальше проект, кроме обучения, включает также финансирование и сопровождение. Сопровождение уже после запуска бизнес-проекта. В качестве участников у нас безработные выступают, также самозанятые. Самозанятые те, которые работали, скажем так, зарабатывали, имели какой-то определенный доход, небольшой доход, но не работали уже официально в правовом поле. То есть это те же, кто имел подсобное хозяйство, кто, к примеру, шил на дому, либо производил какие-то хлебобулочные изделия на дому. То есть мы помогаем людям из своего, скажем так, любимого дела сделать бизнес. То есть сделать как-то мини-микробизнес и в дальнейшем встать на ноги и дальше развиваться. Бажанда, скажите, каков ваш охват, сколько вы планировали охватить людей, сколько, скажем так, в фокусе программы оказалось в итоге? Данная программа была утверждена правительством Республики Казахстан. И отрадно то, что именно государственные органы и мы, как лица АТОМИКЕН, именно впервые, скажем так, так системно подошли к вопросу именно сельской безработицы. То есть, если, к примеру, в городах проблема с безработицей менее актуальна, а в селе, знаете, основные работодатели, это в основном бюджетная организация, либо это крупные предприятия, какие-то городообразующие предприятия, это в лучшем случае, если район расположен где-то, стоит где-то на магистралях, либо крупным мегаполисом к областным центрам. То есть, поэтому озадачились именно этой проблемой и решили как бы не давать какие-то там материальные помощи, либо какие-то единоразовые, то есть, а больше именно людей научить тем компетенциям, чтобы человек мог себя обеспечить работой, как минимум, и своих близких. Потому что это, по сути, семейный бизнес, когда люди первые, кому они обращаются за помощью, потому что на первых порах тяжело кому-то платить, скажем, на конкурентоспособную зарплату, поэтому на начальных порах наши участники проекта, они в основном привлекают членов семьи, либо близких людей. То есть, в этом году мы охватываем 15 тысяч человек, это жители 80 районов. Всего в Казахстане 160 районов. Это за исключением областных центров, моногородов, это вот такие 160 райцентров, регионов. Поэтому мы обучаем людей именно, ну, опять же, можно считать, что наше преимущество в том, что мы не ограничены райцентрами. То есть, в чем проблема многих государственных программ? То, что их участники, это в основном жители крупных городов, либо максимум районов центров. А, к примеру, у нас в этом году мы пошли дальше именно в сельские округа, то есть, именно в те населенные пункты, которые находятся на определенном расстоянии райцентра. То есть, одной из особенностей программы является глубина проникновения? Глубина то, что мы дошли, скажем так, до каждого двора, доходим постепенно. Потому что, в принципе, сейчас узнаваемость проекта, вот, как показывают там социальные исследования, социальные опросы, достаточно хорошие. Поэтому мы именно этот проект для удобства слушателей, так как это в основном социально уязвимые слои, это безработные, поэтому здесь предусмотрена стипендия, которая не позволяет, скажем так, рождать, опять же, ежедневенческие настроения. Но, тем не менее, для тех участников, которые живут в селах на расстоянии 50 или 100 километров, это для них подспорье, хотя бы там компенсировать затраты на дорогу. То есть, вот такие вот вещи, поэтому предусмотрена и заработная плата, там, в размере 17 тысяч тенге. Опять же, радует то, что во многих госпрограммах стипендия, это является, ну, вы знаете, да, порождает какие-то настроения именно. Ежедневенческие, правильно сказали, да. Да, не секрет, что люди приходят именно во многом где-то ради стипендий, ну, из-за того, что там люди менее заняты. Но у нас, как показывает наш опыт, у нас людей, которые там сидят ради стипендий, практически нет таких людей. Потому что люди приходят, из тех или 15 тысяч пришедших на обучение, из них, по нашим оценкам, около 70-80% имеют конкретную бизнес-идею. То есть, они на протяжении определенного времени, они вот именно ходили с этой мечтой, но им не было именно, не было вот этого какого-то толчка. Толчка вот в виде того, что, во-первых, наш тренер дает информацию уже с привязкой непосредственно к его бизнес-проекту. Также он имеет доступ к нему во время, после обеда, во время консультации, когда есть индивидуальные консультации, когда он может узнать, получить конкретно советы, если это начинающий предприниматель по тому бизнесу, который уже развивается. А если это, то есть, безработный человек, который с инициативой, бизнес-синициативы, то он уже может получить, то есть, проработанный бизнес-план. Отлично. Баужан, подскажите, пожалуйста, вы сказали о том, что вы ориентируетесь на сельское население. Я думаю, здесь вам, наверное, нужно было выбирать какие-то, скажем, новые инструменты доведения информации, я имею в виду, вообще о наличии таких программ. Каким образом обычно узнают о наличии таких тренингов ваших сельчане? На самом деле, у нас была проведена информационная работа, опять же, и через СМИ, и через социальные сети, но социальные сети в меньшей степени, потому что в селах меньше используются социальные сети, но тем не менее мы активно использовали. К примеру, когда мы продвигали проект, мы создавали WhatsApp-группы, то есть группы в мессенджере, где объединяли потенциальных участников именно этого района. И там же распространяли уже информацию, говорили, зачем этот проект нужен, что он дает им, куда можно прийти. То есть к вопросу, куда можно прийти, точки входа в проект очень простые. Есть три точки входа. Это районный филиал палаты предпринимателя от Амикена, есть районные представительства во всех 180 районах, и в том числе в районах в присутствии БАСТА. Также точка входа — это Акимат, это и район Акимат, и сельские, Акимы сельских округов. То есть они проинформированы про проект, потому что мы работали совместно именно с этими структурами, с местными исполнительными органами. Также центры занятий населения. В каждом районе есть центры занятий населения, куда можно подойти и оставить заявку. Если говорить о документах, то у нас минимальный перечень документов — это, разумеется, удостоверение личности, документы, удостоверяющие личность. То есть документы, подтверждающие проживание в этом районе, потому что важно, чтобы бизнес разделался именно в этом районе. Все верно. Также анкета. Небольшая анкета нам нужна для того, чтобы понимать интересы этого человека, то есть те цели, которые он ставит перед собой. И также понимать хотя бы о том, какой проект, перспектива родится, для того, чтобы знать, как готовится бизнес-тренер. Отлично. Баужан, расскажите, пожалуйста, на что вы делаете основной упор в процессе обучения? Ведь наверняка есть специфика при обучении городских жителей, при формировании бизнес-идеи, которые должны будут работать в городе, и, соответственно, при формировании бизнес-идеи, которые должны быть рабочими на селе. Начнем с того, что длительное обучение наше продолжается месяц. То есть 120 часов, 80 часов – это вот именно компонент, такой практический, теоретический компонент, где группа из 15, от 15 у нас количественной группы и до 70 человек. Зачастую в группе 30-35 человек. То есть мы, это вот 80 часов информации, именно сжатой, практической информации. Также 120 часов консультации. То есть консультации у нас проводятся индивидуально и групповые. Если вот бизнес-планы, бизнес-проекты людей, если схожи, то у нас практикуются и групповые консультации. Также у нас часто практикуются консультации с выездом на место. То есть если это объект, строящийся объект, либо объект, который готовится к запуску, либо имеющийся объект. Также, если говорить о том, какие методики обучения, то, в принципе, длительный период обучения, он, можно сказать, что Атамикен опробирует его впервые. Если вот сказать о пилотном режиме, то есть в пилотном режиме в 2016 году, мы реализовали его в городе Жан-Норезене и в двух районах. В Муналинском районе Магнисталской области и в Семильском районе Актюбинской области. Там мы опробировали обучение продолжительный месяц. И поняли, что, в принципе, кажется, зачем месяц, но когда мы обучали в пилотном режиме, то мы поняли, что где-то месяца даже не хватает. Поясню, почему не хватает. Потому что уровень людей разный, и сельские жители зачастую, они не так быстро открываются. Они менее, скажем так, не то, что менее коммуникабельны, но именно процесс обучения для них немножко... У них, наверное, есть домашний забор, хозяйство, за которым нужно следить. Голова забита другими проблемами. Хозяйство в этих моментах, но, опять же, есть и другой момент. То, что в городе, если человек так или иначе, он себя прокачивает какими-то тренингами, то в селе этих возможностей нет. Поэтому зачастую те люди, которые, особенно в среднем возрасте, а средний возраст наших участников, это зачастую в промежутке между 30 и 40 лет. Ну, опять же, есть большой класс молодежи, но это отдельная, как бы, в процессе еще. То есть, ну, молодежь вначале, она менее, как бы, актива участвовала, но затем, сейчас в более поздних потоках, у нас очень много молодежи. Очень много молодежи в возрасте, там, 19-20 лет. Если говорить о подходах к сельским жителям, то сельские жители нас, наоборот, удивили, приятно удивили тем, что они более информированы, у них больше стремление, больше именно стремление постичь что-то новое. Интересно. Потому что есть другой момент, то, что у них меньше информирования о мерах господдержки. Поэтому зачастую первые несколько дней уходят на то, чтобы именно их расположить к себе, рассказать о мерах господдержки, рассказать, в принципе, о том, что государством и государством всеми структурами делается большая работа именно по поддержке инициатив, бизнес-инициатив. Поэтому у нас определенное время уходит на это. Также определенное время уходит на то, чтобы в целом рассказать об экономической грамотности, о финансовой грамотности, то есть о таких вещах, более таких базовых вещах. Потому что уровень людей, опять же, разный. Также есть языковой момент, когда большинство в наших регионах преобладает именно казахско-заличное население, которым удобно разговаривать на государственном языке и получать информацию на государственном языке. Поэтому наши тренеры зачастую выступают не только как тренеры, они передают всю информацию, где-то сами интерпретируют ее и делают ее более удобной и доступной для местного населения. — Отлично. Чуть позже я хотел бы вернуться к теме бизнес-тренеров, потому что на самом деле это, наверное, достаточно уникальные кадры, которые должны обладать большим спектром компетенций. Но сейчас бы я хотел у вас уточнить, какие виды бизнеса чаще всего участники проекта выбирают для того, чтобы дальше получать финансирование и развивать предпринимательство? — На самом деле спектр идей очень большой, начиная от сельскохозяйственных каких-то проектов, заканчивая проектами по переработке бытовых отходов. Зачастую много сервисных проектов. Проектов именно общественной бани, общепит, небольшие пекарни, цехи по производству полуфабрикатов. То есть разные, в зависимости от особенностей районов. То есть если это районы, скажем так, более приближенные к крупным городам, там больше инфраструктурных проектов. Есть проекты по перевозкам, есть хорошие проекты, мини-таксопарки, то есть те именно сервисные проекты. Извините, но есть такая особенность, что мы в этом рамках программы подвязаны под индикативы операторов. То есть если говорить об индикативах министерства сельскохозяйства, которые являются операторами финансирования, то у них соотношение, то есть деньги имеют определенный, то есть они нацелены на реализацию определенных проектов. То есть в индикативах большая часть, это 80% сельскохозяйственные проекты, и до 20% это не сельскохозяйственные проекты, потому что получается так, что кто заказывает музыку, тот и как бы определяет, скажем так, финансовую сторону. Поэтому в этом году получилось так, что мы зачастую зависели именно от этих индикативов, и так или иначе мы подстраивались под нацеленные средства, на определенные цели. Поэтому мы развивали именно проекты животноводства, это и откормочные площадки, это и молочное, именно молочное направление. Но в принципе в наших, во многих регионах, благодаря Бастал Бизнес, получились проекты именно в рамках сельхозской операции. Есть несколько кейсов, где люди объединялись по производству молока, по другим проектам, и получилось так, что благодаря вот этому объединению получилась рентабельность этих проектов. И эти производители, благодаря объединению, им легче сейчас сбывается продукция. Баужан, расскажите, пожалуйста, о источниках финансирования, потому что наверняка это является одним из таких вот серьезных мотивов для того, чтобы обучаться, для того, чтобы корректно сформировать бизнес-план, для того, чтобы отработать идею, скажем так, максимально полноценно. Кроме финансирования от Министерства сельского хозяйства, какие еще есть варианты? Ну, я хотел бы остановиться немножко подробнее. Если говорить в целом о системе льготного микрофинансирования, льготного кредитования, которая широко применялась и в рамках наружной карты бизнеса 2020 на протяжении последних семи лет, в принципе, городские жители достаточно активно субсидировали ставку вознаграждения по кредитам, получали какие-то компенсации, именно в части им компенсировались расходы на проведение коммунальных сетей, на подведение инфраструктуры. То есть там широкая линейка именно для начинающих предпринимателей, для лиц с предпринимательской активностью. Но получалось так, что данные проекты, меры поддержки были универсальны, и они не были заточены именно по сельских жителей. И, в принципе, вот именно, чтобы восполнить этот пробел, в этом году была внедрена впервые именно льготное микрофинансирование, вот 6% именно внедрилось для сельских жителей. И получается, что 27 миллиардов тенге в этом году было выделено на микрокредитование на селе, льготное микрокредитование под 6% годовых, с максимальным 40 до 7 лет. Там есть ограничения небольшие, до 5 лет, в зависимости от видов бизнеса, максимально до 7 лет. И если сравним несколько цифр, то если 27 миллиардов было направлено на микрокредитование на селе, то есть там дополнительно также 3 миллиарда на гарантирование залога. То есть большие суммы достаточно. А в городах на микрокредитование именно по программе развития продуктивных занятий массовой предпринимательства было направлено около 10 миллиардов. То есть видите, да, разницу? Да, безусловно. В три раза. То есть получается, что нацелено сейчас, то есть государство направляется в силу именно на поддержку сельского предпринимателя. Отлично. Баужан, в условиях нашего сжатого хронометража хотелось бы поговорить о дальнейших планах на 2018 год. Расскажите, чего ждать нашим сельским жителям, как программа будет работать в 2018 году, какие будут особенности? В целом программа работает до 2021 года, поэтому оставшиеся 4 года мы ежегодно будем обучать по 30 тысяч безработных и самозанятых. Из них наш целевой показатель по открытию либо расширения бизнеса, по запуску расширения у нас составляет 6 тысяч. То есть до конца действия программы мы намерены обучить 135 тысяч человек, если суммарно, и из них 27 тысяч новых предпринимателей, предприятий, субъектов должны появиться. То есть если вы умножите каждый новый вид бизнеса в среднем на 2 или 3 проекта, то получается, что в течение 5 лет перед нами стоит амбициозная задача по созданию порядка 100 тысяч рабочих мест. Мы понимаем, что в течение первого года, второго года многие предприятия могут закрываться, ну это все законы рынка, но тем не менее у нас предусмотрено именно в течение первого года специальное сопровождение, то есть более тесное операционное сопровождение, в рамках которого мы будем стараться сохранить эти виды бизнеса, более того, развить. Поэтому если по 2018 году, то мы планируем географию расширить, вместо 80 районов будет 160 районов и более целенаправленно будем работать с этими районами. То есть если особенности районов, которые мы осваивали в этом году, да, хватили, то мы понимаем, мы сейчас работаем над тем, чтобы изучать особенности этих районов, изучать их специфику, какие виды бизнеса можно развивать. Также совместно с другими государственными органами, с Министерством труда, социальной защиты населения, Министерством национальной экономики, сельскохозяйства, мы сегодня сейчас работаем над тем, чтобы программу усовершенствовать. Усовершенствовали и в части финансирования, и в части гарантирования, инструменты гарантирования в этом году работали, скажем, ну не так, как хотелось бы. То есть получается, основная проблема населения — это нехватка залогов. То есть залог обеспечения, она оценивается по низким коэффициентам, поэтому это извечная проблема. Поэтому в этом году был направлен достаточный объем средств на то, чтобы именно государство до 80% гарантирует залог. То есть залог для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих предпринимателей. Отлично. И много именно планов по усовершенствованию разных механизмов, и в том числе финансовой поддержки. Спасибо большое, Бауржан. Очень объемная тема. Я думаю, очень много интересного за этот год в рамках проекта произошло. Мы благодарим вас за уделенное время, предоставленную развернутую информацию. Желаем вам успехов в вашем непростом проекте. Спасибо большое, Бауржан. А это была передача Ордобаев Актуально. До скорых встреч на Atomic M Business Channel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова